МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Шуе фигурантом уголовного дела стал виновник дорожно-транспортного происшествия. Мужчина сел за руль, будучи в пьяном виде, и теперь ему грозит уголовная ответственность. 20 февраля 2024 года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Шуйский поступило сообщение о том, что на одной из центральных улиц города Шуе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Сотрудниками полиции незамедлительно осуществлен выезд по данному факту и было установлено следующее. 40-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, сел за руль автомобиля «Шевроле Круз» и, отвозя своего пассажира на вокзал, не справился с управлением автомобиля и совершил столкновение с другим встречным транспортным средством. Авария произошла на улице Завокзальной. 40-летний мужчина вывел свой автомобиль на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с «Ладой Вестой». Водитель автомашины отечественного производства был абсолютно трезв, но по вине пьяного коллеги оказался на больничной койке. В ходе данного дорожно-транспортного происшествия пострадали оба водителя и их пассажиры. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого проведены 4 медицинские экспертизы, автотехническая экспертиза, психиатрическая экспертиза. Дорожной аварии предшествовало веселое застолье. Виновник столкновения в этот день отмечал свой день рождения. На 40-летний юбилей к нему в гости приехал приятель из Южи. Именно он более всего пострадал в ДТП. Да, у меня был день рождения, 40 лет отмечали. И повез друга на вокзал, потому что он с Южского района. Пытался его остановить, даже оставляли его ночевать до утра. Хотели вызвать такси, но он не согласился, я прогуляюсь. Ну и просто не захотел я выпишу человека отпустить в незнакомом районе. Якобы, чтобы с ним ничего не случилось, чтобы претензий ко мне потом от родственников не было. Пьяного друга, пьяный водитель повез на автовокзал. Хотел сделать как лучше, а получилось совсем отвратительно. Такая нетрезвая забота о приятеле чуть не убила его и привела на больничную койку. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «Шевроле Кросс» получил тяжкие телесные повреждения. Длительное время находился на стационарном лечении. Ему выполнено оперативное вмешательство. Для водителя «Лады Весты» происшествие это носило фатальный характер. Он сам оказался в лечебном учреждении, а его пассажирка получила перелом кисти. Разбитый автомобиль восстановлению не подлежит. Для того, чтобы приобрести новый, пришлось залезть в долги. Ехал с магазина, своя девушка. С работы домой. На улице заводзали. Завернули. Едем, едем, едем. Ничего не предупреждало беды. Был к машине, заносит и летит к нам. Случилось все очень быстро. Две секунды в полкновение. Собран ряд доказательств. Допрошено более пяти свидетелей. Собранными доказательствами вина водителя транспортного средства «Шевроле Кросс» установлена. Ему предъявлено обвинение. И в настоящее время уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением для рассмотрения по существу. В причинах возгорания, произошедшего в Ивановской квартире, разбираются сотрудники полиции. Вожар был зарегистрирован на улице Лежневской, на четвертом этаже пятиэтажки. Короткая, но яркая и горячая вспышка произошла на кухне. Здесь все опалено огнем. Пластиковые детали, мебели и розетки поплавились. Загорелись деревянные перекрытия пола, но пожарные своевременно сгасили огонь. В момент возгорания на кухне находились четверо мужчин. Чем они занимались, сейчас и выясняет полиция. Все четверо получили серьезные ожоги. А рядом двое. Место возгорания спешно покинули, но были задержаны сотрудниками полиции и переданы медикам. Уголовное дело об угрозе убийством возбудили и расследуют специалисты органов полицейского дознания. Супружеский конфликт с обещанием лишить жизни и побоями случился в Ивановском районе. По какому поводу в отделении полиции находитесь? По поводу в демонстрии живой. Так, из-за чего у вас конфликт произошел? Бытовая ссора, круглый. Как именно конфликт развивался, расскажите. Пришел, поругались. Пьяный был. Много выпили? Много. Как и все бытовые конфликты, этот очередной случился на почве злоупотребления алкоголем. Нетрезвый мужчина пришел к жене и попытался выяснить отношения. В межмуниципальный отдел МВД России Ивановский поступило сообщение о конфликте между супругами. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по данному сообщению. Опросив участников конфликта, полицейские выяснили, что на момент происшествия супруги вместе не проживали. Женщина предложила оформить развод, и мужчина ушел к своим родителям. Вечер происшествия он вернулся к квартире и стал бросать в стекла камни. Затем стал звонить женщине и требовать, чтобы она бросила ему ключи. Для чего нетрезвый мужчина бил стекла, сотрудники полиции выяснили в личной беседе с дебоширом. Хотел привлечь к себе внимание безучастный и никак не реагировавший на его визит женщины. Именно так он пояснил полицейским. Камни в окна кидали? Да. Ну, надо мне было как-то достучаться. Звонила, трубки не брала, и вот пришел на такой способ, что раз будет. Так. Ну, как бы он сработал, потом зашел. Семейный скандал с битьем оконных стекол и криками беспокоил соседей. В попытке избежать огласки женщина открыла дверь и впустила очень пьяного мужчину в квартиру. Наверное, это было ее ошибкой. Мужчина с порога принялся ее избивать. Потом он вошел в подъезд. Не желая беспокоить шумом соседей, потерпевшая открыла ему дверь и почти сразу же получила удар кулаком в лицо. Мужчина предложил избивать супругу, нанося ей множественные удары. Пытаясь увернуться от них, женщина стала пятиться и отходить внутрь квартиры. В зале подозреваемый сел на супругу и стал душить ее. И угрожал, что убьет. Поводом для скандала, по словам потерпевшей, стало ее требование о разводе. Женщина решила, что пришла пора ей с супругом расстаться. Такая постановка вопроса не устроила мужчину и он окончательно вышел из себя. Я вырвался, сначала убежал наверх, вот он мне схватил, завелся, передошел мне квартиру. Он мне пытался душить и ногами, и руками как бы пинал. И второй раз я вырвался, убежал уже к соседям подруга, в мизу. Я тут тоже хотел бы забыть. Как ты, граждан, что говорил? Ну, когда душил, он сказал, что я тебя сейчас убью. Женщина смогла вырваться, выбежала в подъезд и стала звать на помощь. Но дебошир схватил ее за волосы и снова втащил ее в квартиру, где продолжил наносить ей удары. Когда потерпевшая снова смогла высвободиться, она подбежала к квартире соседей и попросила пустить ее вызвать сотрудников полиции. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийства». В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы у потерпевшей были диагностированы множественные кровоподтеки по всему телу. Решается вопрос о выделении в отдельное производство материала. Он нанесен от потерпевшей в физических повреждениях. Интернет-аферисты попытались обмануть жительницу Иванова. Преступники взломали телеграм-канал ее знакомой. От имени пап-други попросили в долг небольшую денежную сумму. У меня пришло сообщение от моей знакомой. Она мне пишет в телеграме, привет, ты можешь мне помочь? Ну в каком смысле помочь? Я говорю, конечно, что случилось? Она пишет, выручи меня, пожалуйста, до вечера. Переведи мне 8 тысяч на мою карту. Я говорю, конечно, переведу. Никаких сомнений о чуть было не ставшей жертвой аферы женщины не возникло. Дело житейское. Срочно нужны деньги. Не думая ни о чем плохом, она согласилась помочь. Вот она скидывает номер карты своей. А вот там написано МТС, указан номер карты. Я попыталась перевести по этому номеру. Сбербанка дает, что это мошенники. Я ей пишу, говорю, ничего не получается, Сбербанк откладывает операцию. Вот, может, давай бы по номеру телефона переведу. Она мне пишет, нет, по номеру телефона не надо, потому что у меня карта новая, у меня проблемы со Сбербанком. У меня новая карта, я ее не успела привязать к телефону. Чуть было не ставшая жертвой обмана, женщина упорно пыталась отправить деньги мошеннику. Она искренне верила, что финансовая помощь потребовалась ее знакомой. Предпринимала новые попытки перевода требуемой суммы, но потерпела неудачу. В этот момент озарение пришло внезапно. Тут я поняла, думаю, сейчас я позвоню этой своей знакомой. Я ей звоню, говорю, Марина, привет. Я говорю, что там про какие-то проблемы? Я говорю, ты у меня денежные средства просишь в 8 тысяч. Она говорит, какие денежные средства? Мне ничего не надо. Я говорю, у тебя телеграмм взломали. Она говорит, через телеграмм, через всех знакомых просит у тебя денежные средства выслать до вечера. Женщина хорошо осведомлена о наличии такого вида преступлений, как дистанционное мошенничество. С интернет-аферистами она уже общалась, но никогда им не верила. Скажите, пожалуйста, вы раньше слышали про такие способы обмана? Слышала. Я никак не думала, что могут через телеграмм, когда они звонят на телефон, я сразу определяю, что это мошенники. У меня много раз они, раз в 10 или 15 же звонили, за всех, какие только не звонили. Может, когда через телеграмм стали мне писать. Тут, конечно, я сначала удивилась. Удивилась, говорю, Марина, она никогда у меня ничего не просила вообще. Подозрительно. Мне бы сразу надо было позвонить ей. Я позвонила, она трубку просто не брала. Галина сохранила свои деньги, дистанционные преступники остались ни с чем. От нее чуть было не обманувшегося человека. Всем нам дельный совет. Прежде чем что-то сделать, нужно 10 раз подумать и все тщательно перепроверить. Прежде чем чего-то переводить, позвоните обязательно этому человеку и спросите, действительно у человека есть проблемы. Действительно он просит эти денежные средства. Не переводите сразу, потому что можете остаться просто без денег. Мошенника, который представлялся пожилым одиноким пенсионером, мастером по установке пластиковых окон, обезвредили сотрудники Ивановской полиции. Аферист делал вид, что проверяет окна в квартирах пенсионеров, находил детали, требующие замены и выставлял на оплату гигантские счета. В дежурную часть ОБД России по советскому району города Иваново за помощь обратилась 79-летняя пенсионерка. По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником организации, обслуживающей пластиковые окна. Пенсионерке по телефону предложили осуществить проверку окон. И вскоре к ней домой приехал молодой человек. После некоторых манипуляций мастер выставил счет 176 тысяч рублей за детали, которые якобы требовалось заменить. С требованием оплаты указанной суммы пожилая доверчивая женщина согласилась. Она отдала деньги и только потом усомнилась в честности визитера и обратилась с заявлением в полицию. Полицейские выяснили, что визиту неизвестного афериста предшествовал телефонный звонок. Поступил звонок. Совершенно непонятно, как они меня находят с этими окнами со всеми. Все стараются прийти, посмотреть, что дальше. Ну я рассказала, так у меня все в порядке. Я подумала, что серьезный вопрос. Предложили вам диагностический просмотр. Предложили посмотреть, да. И прислал парня. Я уже его не знаю, как и зовут он. Оконных дел мастер, осмотрев балкон и оконную раму, нашел массу недоделок и якобы выявил деталь, требующую замены. Пенсионерка поверила в результаты осмотра, потому что была убеждена в том, что установка пластиковых конструкций была проведена в свое время некачественно. То есть вы пришедшего молодого человека предупредили, что окна у вас были проблемными в моменте? Были. Но они не были проблемными. Просто можно жить, но не до конца доделанные. Одно-то я уже доделала. Осталась только крыша. Вот пришел посмотреть и как только открыл дверь, решил сделать вид, что она сломана. Дальнейший осмотр, проведенный мошенникам, показал – окна требуют серьезного ремонта. Варень демонстрировал деловую активность и доскональное знание предмета. Ставшая жертвой обмана женщина, говорит, открыл окно на проветривание и попытался убедить в том, что именно так выглядит сломанная рама. Ой, сейчас упадет, давайте кресло. Вот ставил, значит, чтобы оно не упало. Побежал, давайте 70 тысяч. То есть он вам открыл дверь как бы на проветривание и попытался вас таким образом убедить, что она сломана? Обмануть, да, решил. Вот, побежал, принес, у вас сломалось вот это там металлическое вот проход. Побежал, значит, приехал через 15 минут и заменил. Весь ремонт влетел потерпевший в копеечку. Без малого 200 тысяч рублей. Вполне здравомыслящая женщина отдала мастеру о проветривании помещений. Часть суммы заняла у соседей. Дайте еще, значит. У меня даже своих не было. Я к соседке бегала, занимала. 42 тысячи просился и 43. В общем, больше 40. 42. Вот у нее больше не было. 35 я ему отдала. И в общей сложности? А сколько денег? В общей 176. На помощь к так цинично обманутой пенсионерке пришли сотрудники полиции. Мастера по выуживанию денег из чужих карманов быстро отыскали. Специалисты следственных органов разобрались с ситуацией и возбудили уголовное дело о мошенничестве. В ходе работы по данному заявлению полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний житель областного центра. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям на территории региона. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. Он признал вину и вернул потерпевшей денежные средства. Благодарны до безумия. И даже не потому, что очень рады деньгам. Просто за их работу. Молодцы. Как мне им это сказать, когда я их увижу? Позвонить что ли? Как-то даже готов. Я уж решила, говорю, привезу им из Пекупатрушки. У меня очень отменные получаются. Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными. Предупреждайте своих близких родственников о возможных преступлениях, которые могут быть совершены в отношении них, если они будут слишком доверчивы с незнакомыми людьми. Не поддавайтесь на провокации, уговоры незнакомцев, которые пришли под видом проведения различного рода услуг. На сегодня это вся информация. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова